Каждый человек в высшем своём проявлении есть Бог и Любовь. Чувство любви абсолютно беззащитно. У него нет того, что свойственно человеческим эмоциям. Там только ощущение света, сияния и полного единства со всем. Как только эта эмоция наша божественная. Человеческая эмоция – это ощущение контроля над ситуацией, уверенности в себе, это принципы и цели, идеалы и так далее. То есть ощущение собственной значимости появляется тогда, когда аспект человеческого усиливается. Значит, чем больше человек уверен в себе, чем больше он концентрируется на себе, тем ближе, скажем так, он к проблемам большим. Я ещё раз просветил Лао Цзи. Когда мы рождаемся, мы слабые и беззащитные. Когда мы умираем, мы твёрдые и крепкие. Так вот, ощущение слабости и беззащитности – это ощущение гармоничного восприятия мира. Когда только у вас появилась повышенная уверенность в себе, ощущение своего превосходства над окружающим миром – это первый шаг болезни. Значит, моя вторичность, моя уязвимость, незащищённость, ощущение, что я есть только любовь, всё остальное – это уже не я. Не моя душа, не мой дух, не моё тело – это не я, это моя вторичная оболочка. Так вот, это ощущение позволяет нам воспринимать весь мир как проявление Божественного и во всём видеть это. Я в каждом человеке начинаю видеть Божественное. Значит, если я оскорблён другим человеком, то унижено моё человеческое, унижено моё тело, унижен мой дух, моя душа. Но моё Божественное унижено быть не может. Значит, чувство любви к Богу в этом человеке продолжает быть таким же. Если нет виноватых, нет агрессии. Нет агрессии – нет болезни. Значит, тот человек, который интуитивно чувствует разумность всего происходящего, как Гегель говорил, всё действительно разумно, всё разумно и действительно. То есть, если что-то существует, то в этом есть высший смысл. Если наполняется что-то высшим смыслом, оно будет существовать. Так вот, ощущение видения Божественного во всём и вторичности всего того, что мы называем пространством, временем и материи, того, что мы называем человеком, душой, духом и телом. Ощущение вторичности этого, прикосновение к тому, что любой процесс имеет за собой высшую логику. Если человек это почувствовал, он уже сделал шаг на пути к выздоровлению. Потому что это включение Божественной логики. Даже если я не понимаю, почему это произошло, я твёрдо знаю, за этим есть высший смысл. Этого смысла я не знаю. Но всё, что произошло, подчинено высшим законам. И работает оно на меня. Если это ущемляет моё тело, мой дух или мою душу, это не означает, что мне нанесён вред. Моя любовь к Богу усилилась, внутренняя гармония усилилась. То есть просто ощущение того, что чувство любви не может ни от чего зависеть, это уже лекарство, лечение и спасение. Меня часто спрашивают, как определить, вот есть любовь к Богу или нет. Я говорю, вот смотрите. Вот поставьте любимого человека перед вами, испытайте чувства к нему. Поставьте святого и поставьте негодяя и подлеца. Если внутренние отношения одинаковы, значит, вы любите в каждом Бога. Значит, у вас зависимости повышенной от человеческих ценностей нет. Если у вас жёсткое, однозначное отношение, этот такой, этот такой, этот такой, значит, божественная логика в вас работает слабо. Значит, в тот момент, когда вас будет лечить разрушением человеческой логики, вы начнёте искать виноватых, давать агрессию, а потом получите заболевание. Продолжение следует...